Добрый день. Коммерческие сделки заключаются на рынках. Соответственно, можно дать некое определение, что такое рынок. Рынок, как правило, определяется как сфера обращения товаров, как некий институт, который сводит воедино покупателей товара и продавцов этого товара. Как правило, рынки имеют некую инфраструктуру, располагают определенными дополнительными услугами, такие как хранение, транспортировка, страхование и так далее. В нашем законодательстве в настоящее время нет определения рынка как такового, определения именно товарного рынка, которое, в общем-то, раньше было в законодательстве. И существовал такой закон, точнее, он и сейчас существует закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. И этот закон давал определение товарного рынка. Товарный рынок определялся как сфера обращения товаров, не имеющих заменителей, либо взаимозаменяемых товаров. И характерной чертой рынка было то, что покупатель может приобрести такой товар на определенной территории и не может приобрести товар за данной территорией. Но в настоящее время от данного закона осталась маленькая частичка, которая касается определения взаимозависимых лиц. То есть, в основном, там дается определение аффилированных лиц. Все остальные главы, части статьи этого закона, они аннулированы, в том числе, вот, статья, касающаяся товарных рынков. Но, тем не менее, мы можем найти определение товарного рынка, или, точнее, рынка товаров в налоговом кодексе. Я зачитаю сейчас, какое определение дано рынку товаров, работы, услуг в налоговом кодексе. Это у нас статья 40-я налогового кодекса. Там говорится, что рынком товаров, работ, услуг признается сфера обращения этих товаров, работы или услуг, определяемая, исходя из возможностей покупателя или продавца, реально и без значительных дополнительных затрат, приобрести, либо реализовать, соответственно, товар, работу или услугу на ближайшей по отношению к покупателю или продавцу территории Российской Федерации или за ее пределы. Вот такое определение дано в налоговом кодексе. Возможно, вы помните, что статья 40-я, она, в общем-то, касается определения цены реализации, определения того, насколько важно обращать внимание на цену реализации определенного товара, работы или услуги. И поскольку там встречается, по сути дела, понятие рыночной цены, то вот эта рыночная цена, она должна каким-то образом определяться. И в соответствии с определением рыночной цены, собственно говоря, мы видим определение рынка товаров. То есть это все-таки какая-то территориально ограниченная структура, которая, как уже говорилось выше, имеет цель свести воедино покупателей и продавцов определенного вида товаров. Поэтому, собственно говоря, и существуют разные рынки. Мы уже говорили о рознике, извините, об оптовых рынках. То есть обсуждали виды, в каком виде может осуществляться оптовая торговля. И в том числе затронули и биржи, аукционы, и оптовые ярмарки или выставки. Но вот в настоящей лекции мы поговорим о другой части рынка товаров, о розничной торговле. Итак, что же такое розничная торговля? Розничная торговля – это торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. В общем-то, мы уже говорили о том, что существуют ГОСТы на торговые термины. И вот вы сейчас на слайде видели, что это определение также дано в ГОСТе. ГОСТ – торговля термина и определение. И, соответственно, мы уже встречались с этим ГОСТом, когда определяли оптовую торговлю, и сейчас речь идет о розничной торговле. То есть основной особенностью розничной торговли является то, что она рассчитана на конечного потребителя, и не предполагается, что в дальнейшем этот потребитель будет перепродавать полученный товар, либо использовать его для производства своих каких-то товаров, работ или услуг. То есть не будет использовать его в предпринимательской деятельности. Ну, конечно же, хочется сразу отметить, что запрета на использование розничной торговли в целях предпринимательских, конечно же, нет. То есть любой предприниматель может как конечный потребитель приобрести что-то на розничном рынке и в дальнейшем использовать этот товар, возможно, это какой-то инструмент, может быть, даже оборудование, в дальнейшем использовать его для предпринимательской деятельности. То есть запрета нет. Вот ограничить покупателей, пользователей нельзя в целях своего использования, вернее, в целях использования товаров, которые приобретаются на розничных рынках, но вот, тем не менее, такое определение дано. То есть мы говорим о некоем институте розничном рынке. Давайте посмотрим, как можно определить розничный рынок. Итак, на слайде вы видите, что розничный рынок – это имущественный комплекс, предназначенный для осуществления деятельности по продаже товаров на основе договоров розничной купли-продажи. То есть, в общем-то, мы говорим вот о розничной торговле и говорим о том, что торговля там осуществляется на основе договоров розничной купли-продажи. О них мы поговорим сегодня, но прежде хотелось бы отметить, что эта розничная сеть, она, как правило, состоит из многих торговых заведений, которые осуществляют торговлю товарами, нацеленную на конечного потребителя. То есть это, как правило, товары продуктовые, то есть товары продовольственные, как мы говорим, это товары непродовольственные, различные торговые заведения, магазины, либо какие-то другие торговые палатки и прочее, которые производят, точнее, скажем так, осуществляют такую услугу доведения товара до конечного потребителя. То есть это все розничный рынок. Существуют разновидности розничных рынков и, в общем-то, определяют розничные рынки следующим образом. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Здесь вы видите, что виды розничных рынков определяются как следующий – универсальный и специализированный. Ну, собственно говоря, мы под универсальным рынком понимаем такой рынок, на котором некие специализированные товары, товары одного вида, составляют менее 80% всех товаров. Тогда мы говорим об универсальном рынке. Ну, и сейчас, конечно же, вы знаете, что очень много торговых заведений являются универсальными рынками, то есть производят торговлю, осуществляют, точнее, торговлю разными видами товаров, в том числе и продовольственными, и непродовольственными. И, собственно говоря, даже в названиях присутствует как бы слово «рынок», там всякие макеты, да, там «Авто» или «Мосмарт» или какой-нибудь там «макет». То есть вот иностранные слова используются для обозначения того, что данный магазин является огромным рынком. Но существуют также, как вы видели на слайде, специализированные рынки. На этих специализированных рынках продаются товары в основном одного какого-то направления, одного вида. И если таких товаров будет 80% или более, то рынок считается специализированным. Если говорить о том, каким образом осуществляется торговля, каким образом заключается соглашение сторон, заключаются сделки на розничных рынках, то можно говорить о том, что все договоры, заключаемые на розничных рынках, являются публичными договорами. Что же такое публичный договор, а точнее розничный договор? Розничный договор или договор розничной купли-продажи является публичным договором, как определено в статье 492 Гражданского кодекса Российской Федерации в его второй части. Итак, что такое публичный договор? Публичный договор – это договор, который заключается с множеством покупателей, то есть предполагается, что этот договор относится к любому лицу, который желает заключить данный договор. То есть вот это означает публичный договор. И что немаловажно, в публичном договоре цена на товар, она одинаковая для всех желающих заключить такой договор. Условия, какие-то другие условия этого договора, они также одинаковы для всех потребителей. Собственно говоря, вот эта одинаковость условий для всех потребителей, она иногда, конечно же, нарушается, но только в случае ссылок на какие-то законы, либо другие нормативные документы, существующие в российском законодательстве. В частности, это касается каких-то льгот для отдельных видов покупателей. В качестве примера можно привести покупку билетов железнодорожных. Известно, что при покупке билета пассажир может провести с собой бесплатно ребенка до 5 лет. Или же для детей от 5 до 10 лет продажа билетов осуществляется по определенным тарифам, гораздо более низким, чем тариф для взрослого человека. То есть вот это как раз льготы, которые определяются законодательством. Можно говорить также о льготах, например, на приобретение лекарственных препаратов или каких-то еще медицинских препаратов и каких-то других изделий, в частности, например, ортопедические изделия, которые продаются по направлению от врача со скидкой. И продажа таких товаров может иметь разную цену для разных категорий покупателей. Но, как уже отмечалось, как правило, такие моменты оговариваются в законодательстве отдельно. Для большинства же покупателей, то есть для основной массы покупателей договор является публичным или же, как определяет законодательство, такие договоры называются публичной офертой или просто офертой называют. Итак, что же это такое публичная оферта? Публичная оферта – это предложение, содержащее все существенные условия договора, предложение заключить договор на указанных условиях всем, кто на него отзовется. То есть предполагается, что это договор, который обращен ко всем покупателям. Вы видели, что это также гражданский кодекс определяет понятие публичной оферты. Но обычно публичная оферта, она выглядит в виде предложений, например, рекламных, или же это могут быть какие-то предложения в средствах массовой информации. В конце концов, это предложение в виде просто товаров, выставленных на витринах, на прилавках магазинов. И, соответственно, там установлена цена товара и предлагается к продаже вот определенный вид товара таким образом. Существует, конечно же, исключение, когда товар, выставленный на витрине, не предлагается покупателю. То есть в каких случаях это бывает? Это бывает тогда, когда продавец явно демонстрирует, что данный товар выставлен не для предложения покупателям. Ну, как правило, это мы можем видеть при оформлении витрин. Ну, чаще всего товары, выставленные в витринах, они в определенной композиции какой-то находятся. И видно, что это товар не выставленный на продажу. В витринах, как правило, это витрины, которые, назовем их внешними витринами, которые выставляют товар при входе в магазин. На витринах внутри магазина, как правило, выставлены товары, которые как раз и предполагают публичную оферту. Если говорить о форме договора розничной купли-продажи, то в нашем законодательстве есть еще одно определение, еще один вид договора, к которому можно отнести договор розничной купли-продажи. Это договор присоединения. То есть 428-я статья Гражданского кодекса определяет такой договор, договор присоединения. Есть такой вид договора. И вот этот договор говорит о том, что одна из сторон выдвигает некие условия этого договора, и другая сторона может присоединиться к этому договору. То есть, в принципе, покупатель как бы присоединяется к договору, предлагаемому продавцом. Соответственно, вот мы как раз и видим договор в виде вот этой публичной оферты. То есть предложение всем. Всем предложено, вот кто присоединился, тот и будет другой стороной договора. Ну, как определить, когда присоединился покупатель к этому договору? В общем-то, в соответствии с законодательством, договор розничной купли-продажи считается заключенным с того момента, как покупатель оплатил товар и получил этот товар и имеет доказательства в получении этого товара или в оплате товара. Сейчас момент получения товара еще оговорим, или в оплате этого товара в виде чека, либо кассового, либо товарного чека. Иногда, правда, предполагается предварительная оплата товара, поэтому, конечно, не всегда может быть момент оплаты, может завершать договор продавца и покупателя. Но это отдельные случаи, и такие случаи оговариваются обычно продавцами. То есть, если покупатель имеет чек и, ну, либо какой-то другой документ, может быть, ну, как правило, это либо кассовый чек, либо товарный чек, то договор считается выполненным. То есть, все последующие, вот мы дальше будем говорить о действиях, последующих действиях, которые может совершить покупатель, они будут основываться на том, что был заключен такой договор, основанием совершения этого договора будет являться чек или какой-то другой документ. Так вот, законодательство говорит о том, что не обязательно покупатель должен предъявлять чек, там, кассовый или товарный чек. В общем-то, он может сослаться на какие-то другие доказательства, в том числе на свидетельские показания, которые будут подтверждать приобретение покупателем некого товара у конкретного продавца. Очень часто встречаются в практике такие случаи, когда обязательно при обмене товара или возврате продавец требует чек. Но вот мы видим, что законодательство, в частности, это у нас 493-я статья Гражданского кодекса, которая говорит о том, что могут быть предъявлены в качестве доказательства совершенной сделки не только чек, но и свидетельские показания. Если покупатель оплатил товар, в большинстве случаев, мы сейчас не говорим о каких-то отдельных случаях с предварительной оплатой, как я уже отмечала, но если покупатель оплатил товар, то считается, что он этот договор принял, то есть согласен с этим договором. И это называется в юридической практике акцептом. То есть акцепт – это согласие лица, которому адресована оферта, на ее принятие. То есть, в общем-то, оплатив, как я уже сказала, оплатив товар, покупатель согласен с условиями данного договора. Наше законодательство оговаривает возможности отказа от приобретенного товара. В общем-то, согласно законодательству, любой покупатель вправе отказаться от приобретения данного товара, от получения этого товара в любой момент до истечения 7 дней. То есть это говорит о том, что можно любой товар, в принципе, вернуть в магазин либо в какую-то другую торговую точку, там, где этот товар был приобретен. Ну, конечно же, здесь мы возвращаемся к предыдущему моменту. И желательно, конечно же, иметь подтверждение заключения такого договора розничной купли-продажи в виде чека. Конечно же, возврат товара – это вопрос такой интересный, и не всегда покупатель может вернуть товар. В законодательстве оговаривается, что, конечно же, возврат товара возможен в том случае, если товар имеет надлежащий вид, не испорчен, там, имеет товарный вид, имеет нормальное качество, функционирует нормально. То есть товар, который был приобретен, он в таком же виде, собственно говоря, возвращается покупателю. Ой, продавцу, извините. Но мы сейчас тоже не говорим о случаях, когда товар приобретен некачественный. Тогда он, естественно, тоже возвращается, но это уже другая совершенная ситуация. В данном случае пока мы говорим о праве покупателя отказаться от выполнения данного договора. Итак, срок 7 дней. Иногда покупатель не может отказаться от приобретенного товара, но такие случаи встречаются тогда, когда покупатель приобретает товар, как правило, по каким-то дополнительным договорам, и этот товар делается конкретно под данного покупателя. То есть обладает определенными качествами, индивидуальными качествами, которые соответствуют конкретному данному покупателю. Но, как правило, речь идет о товарах, изготавливаемых на заказ по определенным требованиям покупателя. В остальных случаях возврат товара возможен. Теперь далее. Законодательство требует от продавца определенной маркировки товара. То есть продавец обязан предоставлять покупателю информацию о своем товаре. И вот эта информация в виде различной маркировки, как правило, отражается. Чаще всего эта информация о товаре важна бывает в случае продовольственных товаров. И тогда законодательство требует отражения на этикетках калорийности данного продукта, содержания белков, жиров, углеводов, витаминов и так далее, макро- и микроэлементов, точно так же сроки хранения, условия хранения. То есть все это информация, которую продавец обязан предоставить покупателю. Мы говорили сейчас в основном о магазинах розничной торговли, когда покупатель приходит и видит товар на стендах, на прилавках и покупает его, как говорится, воочию. Но существуют и другие возможности розничной купли-продажи. Например, договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцами товара или описанием товара. То есть мы видим, что покупатель может не обязательно видеть товар воочию. И, кстати, в последнее время очень много таких видов торговли мы наблюдаем. Особенно с развитием и с вхождением в нашу жизнь интернета мы видим, что приобретать товары можно и не заходя в магазин. То есть существуют такие сети торговые, сети розничной торговли, которые предлагают вам товары по образцу, по каталогам, по каким-то другим еще видам информации. И покупатель на основании этих каталогов, на основании этих образцов приобретает товар. Есть сети не только промышленных товаров. Например, широко сейчас развита, во всяком случае, в Москве сеть «Утконос», которая предполагает продажу продовольственных товаров. Не только продовольственных. Уже сейчас мы говорили о том, что рынки становятся все больше универсальными. И, соответственно, не только продовольственные, но и различные товары хозяйственные, предположим, тоже предлагаются часто в продовольственных магазинах. Вот мы видим через такие интернет-магазины продажи товаров. Кроме того, товары могут продаваться через автоматы. Тоже все более и более часто мы встречаем продажу товаров через автоматы. Но не говоря о таких обычных автоматах, как автоматах, предлагающих чай, кофе, какие-то кондитерские изделия, последнее время встречаются очень часто практически на всех станциях метро, во многих магазинах автоматы, предлагающие оплату услуг. Вот Эликснет, там и прочие сети. Можно оплатить услуги. Это же тоже вид розничной торговли, по сути дела. Последнее время стали встречаться автоматы, в которых можно купить железнодорожные билеты. То есть такой вид торговли также все шире и шире входит в нашу жизнь. Здесь хотелось бы отметить, что продавец в случае продажи товаров и услуг, вот как мы видим, через автоматы, он должен обязательно обеспечить покупателя определенной информацией. То есть на любом автомате должна быть информация, что это за компания, которая таким образом осуществляет торговлю. Должно быть описание того, каким образом можно в данном автомате получить товар, ну и, соответственно, каким образом связаться с представителями данного продавца, скажем так. Ну, поскольку мы говорим о розничной торговле, уже упоминалась, конечно же, цена договора, но хочу еще раз подчеркнуть, что розничный договор купли-продажи является возмездным, и, конечно же, цена играет не последнюю роль в договоре розничной купли-продажи. Итак, покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом, в момент заключения договора розничной купли-продажи. То есть мы видим, что когда заключается договор, а договор, мы уже с вами говорили об этом, считается заключенным в тот момент, когда покупатель произвел оплату, получил товар, получил чек, подтверждающий заключение этого договора. Договор считается выполненным, должна быть осуществлена оплата. Но, как я уже говорила раньше, иногда условия договора предусматривают предварительную оплату. Чаще всего предварительная оплата касается таких товаров, которые, может быть, очень популярны, или же которые требуют длительного срока изготовления, которые требуют определенного заказа. Ну, предположим, вы приходите в магазин и хотите купить диван. И, соответственно, вам нравится модель дивана, но вы хотите другую обивку. И если магазин работает либо непосредственно от фабрики, либо наделен такими полномочиями, он может взять у вас заказ и может в этом случае присутствовать оплата предварительная. Как правило, собственно говоря, так и бывает. То есть берется заказ на определенный вид товара, на определенное оформление этого товара, то есть согласовывается с покупателем оформление товара и осуществляется предварительная оплата. Часто предварительная оплата встречается при продаже услуг сети интернет или телефонной сети. То есть если вы не оплачиваете вперед эту услугу, то продавец вправе отказать вам в предоставлении данного товара или, в частности, услуги. То есть если вы не оплатили интернет, то вам его отключат. Соответственно, мы встречаемся с таким видом оплаты. Существует у покупателя возможность обмена товара. То есть ранее мы говорили о том, что покупатель может вернуть товар. В любом случае, если товар не подошел к покупателю, то покупатель в течение 7 дней может вернуть товар, даже если это товар нормальный, надлежащего качества, не какой-то бракованный. Но в течение 14 дней покупатель может обменять товар. Это, в общем, некая гарантия покупателю, гарантия в том, что он приобретает товар, который хотел купить, который ему подошел. И, соответственно, купили, предположим, вы брюки. Дома пришли, померили. Брюки оказались коротковаты. Соответственно, вы идете в магазин и можете обменять этот товар на другой размер или другой рост, а может быть, другой цвет. Может быть, и даже другой вид товара. Часто встречается, что вам подарили какую-то вещь. Вам эта вещь не очень подходит. Ну, предположим, подарили вам фен. А вы хотели бы не фен, а какую-то фен расческу. Ну, то есть другого вида. Пожалуйста, вы приходите в магазин и меняете данный вид товара на другой. При этом происходит регулирование в расчетах. То есть регулируются расчеты в любую сторону. Либо вы доплачиваете, либо вам возвращается стоимость, разница между стоимостью товаров. То есть мы видим, что рынок розничной торговли предоставляет возможность удовлетворения запросов как покупателей, так и продавцов. То есть это не односторонний вид торговли. Но в розничной торговле мы можем встречать виды посреднических сделок. Хотя, в общем-то, торговля, розничная торговля, в частности, раз мы о ней и говорим, это в своем роде посредническая сделка. Но она не определяется как таковая, как посредническая. Но по сути своей это посредническая сделка. То есть в данном случае торговая компания является посредником между изготовителем товара и покупателем этого товара. Но поскольку магазины, как правило, приобретают товар за свой счет и в дальнейшем они продают этот товар от своего имени, ну, как правило, они не являются такими явными посредниками. Но иногда мы можем видеть посреднический договор в действии при розничной торговле. В частности, ярким представителем магазина, который торгует, заключая посреднический договор в явном виде, это комиссионные магазины. Мы говорили о разных видах посредников и в том числе говорили о комиссионерах. Но поскольку мы говорили об оптовой торговле, речь касалась и, собственно говоря, касалась посредников, это комиссионеров-оптовиков. Но именно договор комиссии предполагает такой вид, как розничную торговлю. И розничная комиссионная торговля, она имеет некие свои нюансы, которые отличают ее от оптовой торговли. Потому что конечным потребителем является покупатель физическое лицо, то есть тот, кто приобретает товар для личного использования в комиссионном магазине. И поэтому договоры вот этой розничной комиссионной торговли, они заключаются с поставщиком определенным образом. В этом договоре оговариваются условия продажи комиссионного товара, оговариваются условия и сроки реализации этого товара, оговаривается степень износа, потому что при розничной комиссионной торговле товар может продаваться как новый, так и бывший в употреблении. И, соответственно, должны быть оговорены степень износа данного товара, недостатки бывшего употребления товара, потому что такая информация должна быть предоставлена покупателю в обязательном порядке. Далее продажная цена оговаривается, но поскольку товар принимается на комиссию, то есть есть возможность не продать товар по оговоренной цене, то оговариваются также сроки и возможности снижения цены, то есть уценки товара. И, конечно же, оговаривается размер вознаграждения продавцу за выполнение данной услуги. Иногда прибегают к посреднической услуге с той целью, чтобы скрыть имя реального продавца, и тогда, конечно же, реализация осуществляется через посредника. Можно заключить договор комиссии, чтобы комиссионер реализовал данный продукт, и таким образом, собственно говоря, имя владельца товара будет неизвестно. Иногда бывают случаи, что приходится прибегать к договорам, таким явным посредническим договорам, поскольку компания может не обладать какими-то полномочиями при реализации определенного вида товара. Предположим, компания получила возможность при взаимодействии, например, с ликероводочным заводом продать большую партию продукции этого завода. И есть возможность заключить очень выгодную сделку, но компания, которой предложена такая сделка, не является магазином розничной торговли, не занималась розничной торговлей, то есть не имеет опыта такой продажи, и, что немаловажно, не имеет лицензию на торговлю спиртными напитками. Можно заключить договор поручения, например, и выступить как представитель ликероводочного завода, как представитель, который продвигает товар на рынок, который знакомит покупателей с продукцией данного предприятия, который проводит маркетинговые исследования, предположим. То есть есть возможности вот и такой продажи товаров. Ну и хотелось бы в заключении сказать о том, что расчеты при договорах розничной купли-продажи, они тоже особенные. Мы о расчетах будем еще говорить в наших последующих встречах, но все-таки нельзя обойти молчанием расчеты при розничной торговле, потому что, как правило, любые виды расчетов между компаниями при любых договорах, они, как правило, являются безналичными. То есть могут быть там разные виды расчетов, но, как правило, они безналичные. Это происходит в силу того, что государство контролирует денежное обращение в стране. И, соответственно, для контроля необходимо, чтобы все расчеты проходили через банки, потому что именно таким образом легко проконтролировать поступающие средства компании, ну и те средства, которые уходят из компании. Если же расчеты проходят мимо банковских счетов, то, соответственно, могут быть разные злоупотребления. И государство регулирует такие расчеты, поэтому наличная оплата, она достаточно жестко регулируется государством. Поскольку розничная торговля не может обойтись без наличной оплаты, то магазины розничной торговли должны быть оборудованы контрольно-кассовыми машинами. То есть таким образом тоже происходит контроль за движением денежных средств в предприятиях розничной торговли. И, конечно же, особенно в огромных магазинах, вот в универсальных таких рынках, учет товаров достаточно затруднен, поэтому в последнее время стали использовать штриховые коды. Я думаю, все вы сталкивались, сейчас уже практически во всех, даже в небольших магазинах, существуют вот эти вот штриховые коды, то есть каждому товару придается свой штриховой код, и имеется оборудование, которое считывает этот код, и таким образом полностью автоматизирован учет товаров, и оплата товара тоже соответственно. То есть оплата производится по конкретному штриховому коду, и остаются документы, которые говорят об оплате товара, о полученных средствах в оплату товара покупателям. Поставщик в данном случае товара, то есть магазин, он имеет все документы, отражающие данную сделку. Ну и автоматизированный учет выбытия товаров происходит также. Автоматизированный учет наличия товаров на складе. То есть, конечно же, технический прогресс предполагает большие возможности для осуществления розничной торговли. Даже странно, как раньше магазины продавали товары. Правда, в наше время вот странным кажется торговля без штриховых кодов и кассовых аппаратов. На сегодня, пожалуй, все. Всего доброго!